Доброго времени суток! Делом я распустила моршинную строчку по низу футболки. И теперь нам нужно срезать ткань четко по линии сгиба. Трикотаж в этом месте, в месте сгиба, как правило, светлее, быстрее изнашивается, да и сам сгиб не всегда можно расправить с помощью утюга. Превращать футболку в платье будем при помощи фатина. Я выбрала два цвета – сиреневый и фиолетовый. Оба сочетаются с расцветкой нашей футболки. А теперь первое правило – пышные фатиновые юбки. Не экономьте при покупке материала. Чтобы юбка смотрелась эффектно, в ней должно быть не менее трех слоев фатина, плюс подкладка в цвет. Фатин – очень легкий и невесомый материал. Если мы шьем юбку для дочки, ширина одного слоя фатина до сборки равна трём метрам. А если мы шьем юбку для мамы, ширина одного слоя фатиновой юбки до сборки равна шести метрам. При ширине фатина полтора метра для трехслойной юбки дочери нам понадобится шесть длин, а для трехслойной юбки мамы нам понадобится двенадцать длин юбки. Мы разрезали фатин на полосы. Вот эта величина равна длине нашей юбки. Теперь берем одну полутораметровую полосу, сверху кладем вторую и сшиваем их по кромкам, чтобы получилось длинное трехметровое кольцо. Для работы нам подойдет любая швейная машина или простой оверлок, а я воспользуюсь машиной для работы с трикотажем. Бесконечно длинный полос фатина перед нами, и теперь нам предстоит сделать сборку. А значит, нужно озвучить второе правило пышной фатиновой юбки. Чтобы юбка была пышной, все ее слои мы присбариваем по отдельности и только потом соединяем их вместе. Три слоя фатина плюс отдельно присборенная подкладка. Теперь нам предстоит соединить это все с низом нашей футболки. Этот момент требует особого терпения, усидчивости и внимательности. А чтобы сборка распределилась равномерно, мы ставим контрольные метки. Платье, созданное на основе любимой детской футболки, просто обречено быть таким же любимым. Кстати, некоторые стразы на нем маскируют следы супа, которым кормили в детском саду. И напоследок небольшой совет. Чтобы юбка из фатина служила вам как можно дольше, рекомендую обметать срезы узкой оверлочной строчкой или роликовым швом. Если вы не представляете свою жизнь без творчества и мечтаете стать участниками фабрики рукоделия, тогда помогите нам узнать о вас. Находите в социальной сети нашу группу, вступайте в нее, добавляйтесь в друзья и присылайте фото ваших работ. Обо всех нюансах съемки можно узнать посредством личных сообщений в той же соцсети. А этот и другие выпуски фабрики рукоделия вы, как всегда, найдете на сайте телекомпании ТВИН. До новой идеи ровной недели. Счастливо! О, там? Ты там? А меня там видно? Машинка не... А, на себя смотрите. Если вы не представляете свою жизнь без творчества и мечтаете... Ты понимаешь, в чем дело? Он прозрачный, а с моим зрением я его еще не вижу. Я вот чисто на... Бесконечно длинные... А, все, простите. Бесконечно длинные слои фатина... Длинные слои фатовы... Надо... Надчитать... Мощ Budка Единственное Дело Вяческой Редактор субтитров А.Семкин